Привет, ребят! Без лишних предисловий говорю, кто у меня сегодня на обзоре. Это флагман от Pocketbook, которым компания может по праву гордиться. А одна из самых примечательных фичей в нем поддержка аудиокниг. Так что поехали! Ink Pad X. У этой читалки самый большой дисплей среди всех моделей Pocketbook, а именно 10,3 дюйма с разрешением 1404 на 1872 точки. Плотность пикселей 227 dpi. И я скажу вам, что для электронной читалки такого типа это круто. В качестве самого экрана используется E-Ink карта Mobius. И это опять-таки лучшее, что есть у Pocketbook на сегодняшний день. Картинка очень четкая и контрастная по сравнению с предшественниками, но в то же время абсолютно безопасная для глаз и выглядит как свежая газета. Но флагман-читалка был бы не флагманом, если бы не сенсорный емкостный экран и регулируемая смарт-подсветка. Что касается последней, то тут все просто. Настроить можно уровень свечения и его температуру, от холодного к теплому. Ну и авторежим в зависимости от окружающего освещения никто не отменял. Дизайн Pocketbook Ink Pad X заслуживает хороших отзывов. Во-первых, у книги тонкие рамки по меркам рынка. Если бы не нижняя панель, эта читалка сильно бы походила на iPad Pro. Вот реально как планшет, и это комплимент сейчас, кто не понял. Во-вторых, приятные материалы корпуса. Сверху у нас матовый черный ободок и нижняя полоса под металлик, переходящая в боковые грани. На задней панели ситуация еще более интересная. Она целиком и полностью сделана из ребристого софт-тач покрытия. Я помню как раз на младшей версии, то ли Ink Pad 3, то ли на 616 модель, создали такого типа защитные чехлы, и когда я их рассматривала, мне они очень понравились. Прямо как антистресс какой-то. Кстати говоря, чехлы на Ink Pad X не менее привлекательные. Вот один из них. Текстурный прошитый кармашек в черном цвете, а внутренняя его поверхность выполнена в насыщенном желтом цвете. Прямо глаз радуется. Как бы там красиво не сделали задней King Pad X при транспортировке читалку надо беречь, тем более влагозащиты у нее нет. И самое прекрасное, что я успела заметить, рассматривая корпус ридера – разъем Type-C для подзарядки или подключения к ПК. Вот за это жирное плюсище. А вообще подключить King Pad X по Type-C можно кое-что еще, а о чем расскажу чуть ниже. Создам интригу, так сказать. С точки зрения эргономики, единственная неоднозначная особенность читалки – ее вес. Он насчитывает 300 грамм. В целом, это вроде бы совсем немного, учитывая габариты устройства. Но тем, кто пользуется миниатюрными книгами, поначалу может быть непривычно. А вообще, бренд Покетбук был награжден Red Dot Awards за дизайн своих младших моделей. В частности, важным критерием был самый маленький вес одной из читалок – 150 грамм. В свою очередь Ink Pad X больше похвастаться может жирным функционалом. Ридер начинен двухъядерным процессором, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. А в качестве ОС используется Linux 3 1065. Интерфейс-то тут в принципе привычный, такой же, как и у большинства моделей Покетбук. Быстродействие и отклик стандартные, читалки всегда неспешные, кто не в курсе. Но возможности тут крутые. Стандартные книги можно читать прямо через библиотеку, где они сортируются по дате, цен, названию, авторам, жанрам и так далее. Доступных форматов для чтения 19 и они покрывают практически все поле среди популярных и доступных. При этом Ink Pad X поддерживает и формат аудио, mp3, mp4, ок, а значит и воспроизведения аудиокниг. Это архиважная функция, как мне кажется. Сейчас очень много людей переходят на голосовое чтение по разным причинам и если не удается выделить время на самостоятельное прочтение, то аудиокниги очень выручают. Как видно никаких динамиков в данном ридере нет. Книги прослушиваются через наушники. Вместо динамиков существует тот самый разъем Type-C. Но самое приятное во всей той истории это то, что Покетбук не поленилась положить в комплектацию переходник с Type-C на миниджек. И получается, что прямо с коробки у нас есть возможность подключить проводные наушники к читалке и слушать книги. Правда это еще не все возможности аудиовоспроизведения. Inkpad X наградили также модулем Bluetooth для того, чтобы и беспроводную гарнитуру удалось с ней коннектить. За идею от меня твердая пятерка, а за реализацию 4 с плюсом, потому что иногда отпадало соединение. Скорее всего в ридере установлена версия 4.0 или что-то около того, ведь мои наушники поддерживали 5.0. Помимо всего прочего у ридера есть автономный музыкальный плеер и уже с коробки там сохранено несколько классических композиций. Естественно наполнять плеер чем-то своим никто не запрещает. Inkpad X выделяется также поддержкой крутой функции Text-to-Speech. Я с таким в контексте электронных книг столкнулась впервые и была в восторге. Если вам, к примеру, не удалось найти нужную книгу в аудио формате или на данный момент нет возможности ее скачать, вы можете озвучить ее текстовый аналог прямо в самом ридере. Эта фича воспроизводит большинство известных форматов, хотя исключения, конечно, есть. Например, DJ View. В самой книге предустановлено много голосовых пакетов на разных языках и даже с разной озвучкой. Из русских было два. Голос под названием Татьяна и Максим. Они очень похожи на Алису и гугловскую озвучку. Но еще парочку каких-то интересных можно докачать на официальном сайте Pocketbook. Как в случае с озвучиванием текста, так и в случае с готовыми аудиокнигами есть возможность изменить скорость чтения и громкость, а в аудиокнигах еще и высоту голоса. Что касается чтения стандартных текстовых книг, то использование этой электронки напоминает работу в современном Word или Google Доках. Здесь с легкостью можно выбирать шрифт текста, его размер, начертание, то бишь жирный или курсив, определять межстрочные интервалы, ширину полей, включать или выключать переносы, нумерацию страниц, статусную строку или даже настроить способ нумерации. И, конечно же, никто не отменяет ориентацию, масштаб текста, его размещение и компоновку на странице. Доступно также выделение текста, его комментирование, создание заметок для себя из текстовых документов в отдельные файлы. Они же потом экспортируются на электронную почту, к примеру. Точно также можно переводить слова, словосочетания или даже предложения во встроенных словарях. Их тут, кстати, четыре. Словарь Королева, Webster 1913 года и фирменные от Pocketbook. А еще я могу просто гуглить любую фразу из текста, потому что у Inkpad X и есть браузер. Это вообще удобно, особенно если какое-то слово для тебя не знакомо или ты хочешь узнать о каком-то научном факте. В связи с наличием браузера стал доступен и переход по гиперссылкам в документах. У данного ридера существует много способов импорта книг. Через магазин Bookland на главном экране, через онлайн-библиотеку, различные облачные хранилища и даже по почте. Pocketbook Cloud помогает синхронизироваться с фирменным приложением на смартфонах. То есть однажды скачанные книги в приложении автоматом переходят на электронку, причем перемещаются они не только номинально, но и с сохранением всего кэша, то бишь историей прочтения всеми заметками, комментариями и выделениями. Отдельно также существует сервис Dropbox. Установив его на смартфон и зарегистрировавшись у вас, получится качать все, что ваша душа пожелает. Синхронизация между устройствами происходит достаточно быстро и активируется через шторку быстрого доступа. Поэтому модуль Wi-Fi, который здесь тоже есть, встроен не зря. А вообще сама по себе предустановленная библиотека в ридере огромная. Там находится именно самая популярная классика. Причем разных стран, даже арабское что-то находилось. И 32 гига для текстовых книг это огромный объем. Большую библиотеку можно накопить. Аудио форматы занимают конечно больше места, но со временем память читалки ведь можно чистить. У меня выходило еще импортировать книги с помощью проводного подключения к ПК. С технической точки зрения это удобно. Соединение проходило максимально быстро и легко. Не возникало никаких ошибок и нужные папки были в быстрой доступности, а не где-то в дебрях. Но вот файлы для импорта подойдут там не все. С сайта Adobe в разделе Digital Edition лично у меня получалось скачивать документы, которые ридер потом видел. Но это мы сейчас говорим о защищенных книгах, которые не могут быть открыты незарегистрированными пользователями. К слову, пользовательские профили у Inkpad X тоже есть. Каждый из них хранит состояние книг, последние открытые книги, закладки, заметки, избранные и предустановленные настройки сети. Короче говоря, ридер может юзать каждый член семьи без потери личных настроек и закладок. Управление книгой, можно сказать, стандартное и построено всего-навсего вокруг четырех клавиш, посаженных в ряд. Перемещение между страницами или книгами на главном экране осуществляется с помощью клавиш вперед-назад, а по бокам от них расположены кнопки домой и выключения. Последняя, помимо основной своей функции, вызывает еще и контекстное меню в открытых книгах. А вообще, многие вещи можно делать и с помощью сенсора. Также листать страницы, управлять смарт-подсветкой в документе, выделять текст и определять желаемые действия после этого, масштабировать его, ну и, понятное дело, перемещаться по разным шторкам и менюшкам. Весь этот огромный функционал и кладезь возможностей дополняет подборка простеньких, но залипательных игрушек на случай, если станет скучно. Среди них судоку, шахматы, пасьянс и рисовалка по типу пейнта. А в галерею из шторки приложений можно загружать любые фотографии и картинки в форматах JPEG, BMP, PNG и TIFF. Больше всего меня, конечно, удивила новостная лента. При открытии приложения RSS News на InkPadX появляется возможность каждый день читать самые свежие новости из разных порталов. Последние в настройках корректируются тобой же. Обновление новостей осуществляется через Wi-Fi соединение. Ах да, чуть не забыла. Если нужно срочно что-то посчитать, калькулятор здесь тоже имеется. Причем очень продвинутый. Тут тебе и синусы, и косинусы, и корни из числа, и логарифмы со степенями. В общем, полный фарш. А за автономность книги можно не переживать. Здесь стоит максимально энергоэффективный процессор, максимально экономичный тип экрана, и плюс к тому встроен аккумулятор на 2000 мАч. С таким раскладом Reader действительно живет на одном заряде около месяца. Итого, что у нас получается в итоге? У электронной читалки InkPad X есть практически все. От игр, калькулятора и галереи до новостных порталов, браузера и горстки облачных сервисов. И это все при том, что кроме текстовых форматов она воспроизводит и аудио, даже посредством Bluetooth гарнитуры. Как обычно, в подобных ультимативных решениях минусом становится только ценник. И в данном случае он составляет 445 зеленых. Как считаете, Reader стоит своих денег? Пишите об этом в комментариях. А также не забывайте про подписку, лайк и нажатый колокольчик. Напоминаю, что у нас есть еще и познавательные телеграм-каналы, а ссылка на них будет в описании к этому видео. Пока!